Здравствуйте, рады мои! С уменьшением скорости вращения волочка гироскоп начинает опускаться. Это прицессия. А почему так происходит, нам не объясняют. Сейчас я вам, рады мои, все объясню. Все мы знаем, что такое центробежная сила. Вот маятник, вертикальный висит. Но если только начинаем его крутить, он уже начинает отклоняться от центра. И чем быстрее мы крутим его, тем более горизонтальнее, чем выше поднимается маятник. Так вот, гироскоп подвержен тоже самое в центробежной силе. Он направлен на гироскоп вертикально вниз. Видите? Но, стоит только чуть-чуть приподнять его, вот так вот. 45 градусов внизу. Смотрите, он начинается медленно крутиться. Центробежная сила он сам создает. Теперь делаем горизонтально. Смотрите. И он крутится уже быстрее. А теперь выше поднимем. Он еще быстрее начинает крутиться. Центробежная сила. Давайте еще по-другому проверим. Я еще раз раскручу. Вот, смотрите. Не даем гироскопу крутиться. Поэтому все-таки здесь. А теперь начинаем сам я крутить. Смотрите. Потихонечку и он уже приподнимается. Быстрее, он еще быстрее поднимается выше. Понимаете? В другую сторону. Видите? Перестаю крутить. Крутить начинаю. Сейчас усложди эксперимент. Вот. Вот не двигаю. Не двигаю. Вот такое. А где начинаю крутить? Медленно он поднимается. Еще быстрее крутить. Видите? Выше. Это и есть центробежная сила. В этом случае, когда говорят, что какая-то прицессия или что там, это он же крутится. И он имеет силу в гироскоп. И он поэтому сам ищет центробежную силу, чтобы находиться, как мы его горизонтально делаем. И поэтому, чтобы держаться горизонтально, ищет сам центробежную силу. Вот сейчас скорость упала. Центробежная сила. Гироскоп подвержен центробежной силе. Все. Ставьте на рарики, на рарики. Пишите отзывы. До свидания. Продолжение следует.